То есть, во время сосания доставить оставшиеся три камня из правого кармана пальто, вместо них положить четыре из правого кармана брюк, вместо них четыре из левого кармана брюк, вместо них четыре из левого кармана пальто, и, наконец-то, вместо них три из правого кармана пальто плюс тот один, как только я кончу его сосать, что находится у меня во рту. Мне показалось сначала, что на этом пути я приду к лучшему результату, но по размыслов я нуждил был отказаться от него и признать эту циркуляцию камней по четыре приводить точно к тому же результату, что циркуляция по одному, ибо хотя опустив руку в правый карман пальто, я наверняка найду там четыре камня отличных от четырёх своих предшественников. Тем не менее, сохраняется вероятность того, что я буду постоянно вытаскивать из кармана один и тот же камень из каждой группы по четыре камня и следует отсосать на 16 камней по очереди, как я того желал, а только четыре, одни и те же по очереди, так что выход следовало искать не в перемене циркуляции, а в чём-то другом, ведь независимо от вида циркуляции камней, я подвергался одному и тому же риску. Скоро мне стало очевидно, что увеличив число карманов и тем самым увеличив шанс сосать камни так, как я это хотел, а именно один за другим, пока число их не исчерпается, будь у меня, например, восемь карманов вместо четырёх, которые у меня были, тогда я самая изощрённая игра. Случай не помешало бы мне сосать, по меньшей мере, восемь камней из моих 16 поочерёдно. Закрывая тему, скажу, что мне необходимо больше 16 карманов, чтобы получить желаемый результат. Долгое время это решение казалось не единственным. Без 16 карманов по одному камню в каждом я никогда не смогу достичь поставленной передо мной цели. Если, конечно, это ещё у нас страница две, так продолжаем. Не поможет исключительное визжение, о чём в моей жизни. Но если бы даже я смело думать число карманов, произлив каждый пополам с помощью, допустим, нескольких булавок, учитывая этих было бы не по силу, а огородить огород ради каких-то полумер, и я не собирался. Я так долго ломал голову над этой проблемой, что начал терять всякое чувство меры и повторял, всё или ничего, если на мгновение меня соблазновала мысль установить более справедливую пропорцию между числом камней и карманов, сократив первое до величины последней, то не более, чем на мгновение. Ибо тем самым я должен был признать своё поражение. Сидя на берегу моря, разложив перед собой шестнадцать камней, я не открываясь смотрел на них, углевая и растения на стене. Я сидел, его испытывая трудность в сидении на стуле или в кресле за своей негнущейся ноги. Что? Что не трудно понять. Я не испытывал её, когда сидел на земле. Опять же, по причине своей негнущейся ноги и той, что окостеневала. Ибо как раз в это время моя здоровая нога, здоровая в том смысле, что она ещё сгибалась, начала свою сгибаемость утрачивать. Мне нужна была опора под коленную чашечку. Это понятно. Даже под всю длину голени опоры земли. И вот, когда я в гневе растерянности смотрел, не отрываясь на свои камни, прикидывая всевозможные варианты удвоения, всё как один неудачное. И выжимал из сжатого кулака песок, который, просыпаясь между пальцев, снова возвращался на песчаный берег. Да, именно тогда, когда я напрягал свой ум, и часто моего тела мне только осенило, хоть и неотчётливо, что я мог бы, пожалуй, достичь своей цели, и без увеличения числа карманов или уменьшения числа камней, а просто принеся в жертву принцип симметрии. Эти слова, которые прозвучали во мне, словно стих из Исаии или Иеремии, не сразу дошли до меня. В частности, смысл слова симметрия, с которым я прежде не сталкивался, в конце концов, кажется, понял, что в данном случае слово симметрия не означает ничего иного, ничего большего, чем распределение 16 камней по 4 группам. По 4 камня в каждом, по одной группе в каждом кармане. И что именно мой отказ рассматривать какое-либо другое распределение лишалось все мои расчёты и силы, и дело проблемы буквально не решились. На основании этой интерпретации, неважно верно или ошибочно, я пришёл наконец к решению. Безусловно, не слишком элегантному, а зато надёжному. Сейчас я искренне хочу верить, а верить и твёрдо в этом верю, что мои проблемы, можно было найти и другие решения. Ещё и сейчас можно найти. Не менее надёжные, но гораздо более элегантные. Помимо того, которое я попытаюсь сейчас описать. Я верю и в то, что, будь у меня побольше настойчивости, побольше стойкости, я обнаружил бы эти решения сам. Но я устал. Устал бесславно довольствоваться первыми же найденными решениями. А не из-за решения этой проблемы, а не воспроизводя заново все те душераздирающие этапы, которые я миновал на пути к решению. Вот оно, во всём его безобразии. Всё, что требовалось, это положить на повернущенную сетку. Шесть камней. Правый карман пальто. Назовём его снабжающим карманом. Правый карман брюк. Крапи пересказ с Арминзона Путик. Война и мир. Всё же хрюкаю. Правый карман пальто. Завоснабжающим карманом. Пять правый карман брюк и пять влевый карман брюк. Всего дважды. Пять десять плюс шесть. Шестнадцать и ноль в остатке. Ну и есть ноль камней в левом кармане пальто, которое на некоторое время останется пустым. Пустым от камней. Естественно, обычное содержимое в нём останется равно, как разного рода случайные предметы. В противном случае, куда бы, по-вашему, я прятал овощный нож, серебряные ложки, рожок и прочие вещи, которые я не называл. Да, возможно, я не назову. С этим всё. Теперь я начинаю сосать. Наконец-то. Мы ждали этого. 180 долларов. Следите за мной внимательно. Предложение называется. И я достаю камень из правого кармана пальто. Сосу его. Прекращаю сосать. И опускаю в левый карман пальто. Тот, что пустой от камней, вынимаясь правого кармана пальто. Второй камень, кладу его в рот. Потом опускаю снова в левый карман пальто. И так далее. Пока правый карман пальто не опустеет. Не читая его обычное, случайное содержимое. А шесть камней, которые я сосал, не перекочуют. Один за другим в левый карман пальто. После этого я делаю паузу. Сосредотачиваюсь, чтобы не наделать глупостей. И перекладываю в правый карман пальто, в котором камней больше нет. Пять камней из правого кармана. Которые заменяют пятью карманами из левого кармана. Которые заменяют шестью камнями из левого кармана пальто. Наступает момент, когда левый карман пальто снова пуст от камней. А правый карман пальто снова полон камнями. И именно там, как и требуется, то есть полон совсем другими камнями. Не те, которые я только что сосал. Тогда я начинаю сосать те другие камни, один за другим перекладывать их, по мере продвижения в левый карман пальто, будучи абсолютно уверен, насколько можно быть уверенным в таком деле, что сосал уже не те камни, которые сосал не давным, но другие. И когда правый карман пальто снова пуст от камней в скобочках, а те пять, которые я только что сосал, находятся все без исключения в левом кармане пальто, я осуществляю то же самое перераспределение, что и в прошлый раз, аналогичное перераспределение. То есть перекладываю в правый карман пальто снова незанятые пять камней из правого кармана брюк, которые заменяют шестью камнями из левого кармана брюк, которые заменяют пятью камнями из левого кармана пальто. Таким образом, я снова готов начать все сначала, мне продолжить не буду, ибо совершенно ясно, что после следующей серии сосал не перекладывания, снова возникает исходная ситуация, а именно шесть первых камней в снабженном кармане, в следующих пять в правом кармане моих вонючих старых брюк, и наконец пять оставшихся в левом кармане тех же брюк, и все мои шестнадцать камней будут обзосланы в первый раз. В безупречной последовательности ни один из них не попадет дважды подряд, ни один не будет пропущен. Верно, что в следующий раз я вряд ли могу надеяться на то, что буду сосать мои камни в том же порядке, в каком сосал перед этим, и что, допустим, первый, седьмой и двенадцатый камни первого цикла не окажутся, соответственно, шестой в одиннадцатом и шестнадцатом второго цикла. Но подобных издержек избежать невозможно. И если в циклах, взятые вместе, неизбежно будет царить путаница, то, по крайней мере, в пределах каждого отдельного цикла я твердо буду знать, как обстоят дела. Настолько твердо, насколько это возможно. При наведении столь непростого дела, ибо для того, чтобы все циклы были совершенно одинаковы, один бог знает, нужно ли мне это, понадобились бы или шестнадцать карманов, или пронумерованные камни. Мы уже близко к концу, да. Но вместо того, чтобы делать двенадцать дополнительных карманов, или нумеровать камни, я подпочел наслаждаться тем относительным миром, который не сходил на меня в пределах каждого отдельного цикла. К тому же, пронумеровать камни недостаточно, нужно еще каждый раз, выложив камень в рот, вспомнить очередной номер и искать камень с этим номером в кармане. Но он всегда отбил бы у меня охоту сосать камни довольно быстро, ибо я не был бы уверен в том, что если не сделал ошибки, если бы, конечно, не завел специальный реестр, чтобы помечать в нем номера камней в предких сосаниях. Но, по-моему, это мне не потило. Да-да, идеальным решением было бы шестнадцать карманов, симметрично расположенных и в каждом по камню. Тогда мне не пришлось бы их нумеровать. Не запоминать, а просто, пока я сосу камень, заняться перекладыванием остальных пятнадцати из карманов в карман. Дело деликатное, могу предположить. Но мне по плечу я постоянно запускать руку в один и тот же карман, когда я захочу пососать шестнадцать карманов избавили бы меня от всякого беспокойства, и не только в пределах отдельного цикла, но и в их совокупности. Даже если бы этих циклов было бесконечно много, насколько бы несовершенным не выглядело мое решение, я был рад, что обнаружил его самостоятельно. Да, чрезвычайно рад. И если теперь оно кажется мне, пожалуй, менее надежным, чем показалось в пылу открытия, то элегантности в нем не прибавилось. А недостаток элегантности в нем, в первую очередь, получается, на мой взгляд, в том, что неравномерное распределение камней по карманам подчинало мне телесную муку. Впрочем, в определенный момент некоторое равновесие все-таки достигалось. Это случалось в начале каждого цикла, а именно, между третьим и четвертым сосаниями, но длилось оно недолго, и все остальное время я буквально сгибался под тяжестью камней то в одну сторону, то в другую. Таким образом, отринув принцип симметрии, я не только отказался от принципа, но и пренебрег своими телесными потребностями. Но, с другой стороны, когда я сосал камни, процесс мною уже описанный не наугад, а следуя методу, я тоже тем самым уступал телесным потребностям. Следовательно, возникает несовместимость и противоборство двух потребностей. Такое бывает, но в глубине души мне было абсолютно наплевать на то, что мое равновесие нарушено, и что меня тянет то влево, то вправо, то назад, то вперед. Равно как и на то, сосу ли я каждый раз новых камень, или один и тот же, до скончания веков. Ибо все камни были на вкус одинаковые. Если я собрал их 16, то вовсе не для того, чтобы уравновесить себя так или иначе, и не для того, чтобы сосать их все по очереди, а просто чтобы иметь запас, чтобы не оказаться без запасов. Впрочем, в глубине души мне абсолютно не волновало, что я останусь без запасов, когда они кончатся, а они у меня все равно кончатся. Хуже мне от этого не станет, почти не станет. И в конце концов, я принял решение выкинуть все камни, за исключением одного, который я хранил, то в одном кармане, то в другом кармане. И вскоре, естественно, или выбрасывал, или дарил, или проглатывал. Концовка 2. Проглатывал.